Друзья, всем привет! Сегодня у нас машина Volkswagen Polo 2019 года с автоматической коробкой передач. Пробега здесь 240 тысяч. Проблема следующая. Начало попадать масло в антифриз, то бишь собирается эмульсия. Сразу начали грешить на то, что это теплообменник. ГБЦ голову поднимать не стали, прокладку не смотрели, ничего. Решили, что сразу залезем, посмотрим. С простого это теплообменник. Вот он выглядит вот так. Стоит на этой машине 2019 года. Такой теплообменник. Здесь 4 резиночки стоит. То есть если он может протекать, то протекать может только внутри по сотам. Сняли его, посмотрели, проверили, все хорошо. Значит с ним никаких проблем нет. Полезли дальше. Решили, что возможно это теплообменник, который стоит на коробке. Выглядит он вот так. Теплообменник на коробке. Перед тем, как его снимать, уже были мысли, надо поднимать голову. Но все-таки решили проверить, потому что эти случаи не частые, но они бывают. Сняли мы поддон. И по итогу, поддон КПП. И по итогу оказалось, что проблема-то оказывается в коробке. То есть масло начало попадать в антифриз. Коробочное масло начало попадать в антифриз. То бишь масло начало попадать через теплообменник в антифриз. Соответственно слили мы масло. И сейчас покажу дальше, какое было масло и как мы снимали этот теплообменник. Итак, начнем с того, что вот наш теплообменник. Вот он выглядит вот так. Посадочные места вот такие. Это значит два патрубка под антифриз Попадает масло в нем внутри Соответственно здесь как бы все вроде более-менее нормально Но где-то внутри есть отверстие Будем еще его проверять Значит, снял я поддон коробки И вот такая вот там есть эмульсия Чтобы вы понимали, это вот масло, которое Вот так вот, да, видно, вот-вот Вот видно эмульсия Масло, которое было в коробке Следовательно, тут одна эмульсия Значит, сюда попадает антифриз Ну и после этого уже начал разбирать Начал разбирать коробку Не коробку, точнее, а начал разбирать под машиной Все патрубки снимать, чтобы добраться до этого теплообменника Значит, еще с чего мы начинали вообще Для начала она была все патрубки почти Да, не почти, а все патрубки снять Значит, почти, да, почти Все вот эти два патрубка можно не трогать больших А вот эти большие патрубки можно не трогать Все остальное пришлось снять То есть стоит он Вот так Сейчас возьму фонарик Стоит он Вот на этой площадочке Вот где сейчас тут одна эмульсия Вот именно там, да Вот, и поэтому, как бы, для того, чтобы до него добраться Нужно открутить, во-первых, четыре болта Четыре болта Ну, болты, как бы, показывать не буду Там, в принципе, все понятно Теплообменники уже видно И вот пришлось с помпы снять все шланги Чтобы до него добраться То бишь, как начиналось Тут у меня уже, как бы, понятно, что все разобрано Половина машины Но Эта сторона, она вообще была не разобрана То есть пришлось снять все патрубки вот эти Отсоединить два патрубка от теплообменника И, соответственно, он просто снимается Потому что он просто там стоит То есть откручиваем четыре болта Снимаем все патрубки Которые стоят на помпе И он просто легко достает Тут еще плюс к этому всему газовое оборудование стоит Поэтому очень неудобно Но, как бы, добраться до него можно И никаких нюансов особых нет Значит, сам теплообменник Два вот этих шланга снимается И, соответственно, вот четыре болта Которые откручиваются Это вот раз болт Два, три Третий болт И четвертый вот этот болт То есть, как бы, открутили его И он просто поднимается вверх И потом уже достаем Вот, так что ничего, в принципе, сложного нету Будем промывать коробку Будем промывать масло Посмотрим, поможет ли Заменим два раза фильтр Соответственно, заменим прокладку Промоем коробку Почистим все Поменяем теплообменник И, возможно, коробка еще будет живая Потому что не так много времени прошло С того момента, как, соответственно Не то, что даже много времени прошло Не проехала машина даже 30-40 километров Вот такое вот масло Конечно, очень ужасное Очень ужасное Плохо видно Но тут понятно, что одна эмульсия Одна сбитая Сбитое масло просто Поэтому все будем промывать Чистить Я надеюсь, что все будет ок Машина поедет Никаких проблем не будет Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok